С виду это обычная жилая пятиэтажка, но в новогодние праздники она превратилась в ледяное царство. На протяжении долгого времени жильцов обильно кормили завтраками. Обещали все сделать и подать нормальное тепло. Ну мерзли вот весь декабрь. У меня дочь попала в больницу с пермонией. Обращались мы в ТЖХ свое, что у нас нет отопления в трех точках. На кухне, в ванне и в спальне. Вверх горячий, вниз холодный весь в спальне. Ну обращались в 0,50. Нам ответили 0,50. Где мы вам специалистов найдем? Вот таких, чтобы вам сразу все сделали. Однако такая проблема стоит во многих домах Орска. Пенсионерка Любовь Лукина проживает в доме по улице Чернышева. И свое спецобмундирование достает уже третью зиму. Она привыкла, что осенью дома жарко, а зимой приходится греться всевозможными способами. Сплю под тремя одеялами, в двух свитерах, в двух штанах. Вот такие дела. Сейчас мы находимся в одной из квартир, в которой, по мнению самих проживающих, очень холодно. Нам хозяин предоставил любезно мультиметр. Сейчас мы замерим, сколько градусов составляет температура в этой комнате. И вот мультиметр показывает, что температура в данной комнате составляет плюс 15 градусов, учитывая, что на улице всего минус 15. Арчане говорят, обидно только то, что исправно платят немаленькие суммы за тепло, которого, в общем-то, и нет. Счетчиком оттает, а квартиры половину не отапливаются. А с нас высчитывают по полной программе за отопление. За декабрь пришел за декабрь, вот за январь. За декабрь пришло за отопление, и у нас взяли 2500. Учитывая, что весь декабрь отопления практически не было? Да, да. Декабрь отопления не было, 2500. Получить комментарии от соответствующих структур нам пока не удалось, поэтому мы отправили официальный запрос. А между тем, ситуация приобретает немаленькие масштабы. Только за последние две недели в нашу редакцию поступило 6 жалоб, причем из разных районов Орска. Олеся Колпакова, Самрат Ящимов, городской телеканал ЮТВ. Продолжение следует...